В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости» по Выборгске. В студии Людмила Перминова. Здравствуйте! Выбор сделан. 10 сентября в России прошел единый день голосования. В Выборге состоялись дополнительные выборы в Совет депутатов муниципального образования «Город Выборг» третьего созыва. Своего представителя в законодательном органе выбирали жители Калининского и Харитоновского микрорайонов. Кто из четырех кандидатов одержал победу, расскажем в следующем сюжете. В 8 часов утра открыли свои двери избирательные участки номер 234 и 235 Выборге. Дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу номер 1 надлежало провести в связи с тем, что минувшей весной ушел из жизни Александр Лысов. В качестве депутата он представлял в городском совете интересы жителей Калининского и Харитоновского микрорайонов Выборга. На его место претендовали четыре кандидата. Самовыдвиженец Валерий Гладилин, Дмитрий Никулин, выдвинутый местным отделением партии «Единая Россия», представитель «Справедливой России» Наталья Седокова и Алексей Хайдаров. Он был выдвинут региональным отделением ЛДПР. Кандидаты боролись за голоса более 3300 избирателей. Некоторые жители Харитоновского микрорайона оказались настолько сознательными, что пришли на свой участок еще до его открытия. Идут хорошо, активно. С утра просыпаются, уже полвосьмого стоят под участком, в очередь. Музыку просят включить, чтобы праздник чувствовался. На этих выборах члены избирательных комиссий впервые опробовали программное обеспечение для изготовления протоколов об итогах голосования. Оно помогает при подсчете голосов избирателей. Нам облегчили труд, что у нас теперь электронно можно составить протокол. И вот в этом году мы в эти выборы в первый раз будем составлять электронный компьютер протокол. Это, конечно, облегчает. Надо научиться, но мы уже обучение прошли и надеемся, что у нас все получится. Сделать свой выбор можно было и вне помещения для голосования. Было предусмотрено досрочное голосование. Можно было проголосовать в ТИКе, у нас в УИКе. И также у нас еще предусмотрено голосование вне помещения для голосования. Вне помещения для голосования обладают правом те избиратели, которые по состоянию здоровья не могут в этот день прийти на избирательный участок. Выборы на обоих участках прошли спокойно. Нарушений зафиксировано не было. Общественный порядок в течение всего дня обеспечивали полицейские. Избиратели тем временем рассказывали о том, каких изменений ждут после выборов. Я думаю, что хорошо живем, будем еще лучше. И ждем выборы мартовские. За Путина буду. Хотелось бы, чтобы разобрался с капитальным ремонтом. Потому что плата ни за что за воздух. Очень странная плата. Ну, чтобы родина наша поднималась выше и выше. Россия. Итоги выборов в городской совет депутатов были подведены накануне. Победу одержал глава муниципального образования Выборгский район Дмитрий Никулин. Людмила Перминова, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». И в продолжение темы. 10 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва состоялись в Кингисепском и Брянском одномандатных округах. В Ленинградской области кандидат от политической партии «Единая Россия» Сергей Яхнюк одержал уверенную победу. У председателя областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу примерно 62% голосов избирателей. Отметим, дополнительные выборы в Госдуму по Кингисепскому одномандатному округу проходили для замещения мандата, освободившегося после того, как Сергей Нарышкин перешел на работу в службу внешней разведки. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда граждан государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Президент наградил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Такой же награды удостоился оперный певец Дмитрий Хворостовский. Звание Героя Российской Федерации глава государства присвоил космонавту-испытателю Алексею Овчинину. Время противостоять гриппу. В Оборском районе продолжается прививочная кампания. Вакцина в количестве 6000 доз поступила в детскую городскую больницу. Там медики уже отмечают сезонный подъем заболеваемости. Поэтому рекомендуют не откладывать вакцинацию в долгий ящик. Чтобы у ребенка выработался иммунитет, должно пройти не менее двух недель. Порядка 200 человек уже привили против гриппа. Осложнение не зарегистрировано. Однако у некоторых детей могут возникать побочные реакции. Это российская вакцина, называется СОВИГРИП. Она отличается от взрослой вакцины, та тоже с таким же названием, тем, что она не содержит консерванта. В отличие от взрослой вакцины. То есть она более очищенная вакцина, менее реактогенная. Считается, ее можно использовать для детей, начиная с 6-месячного возраста. Все прививки мы делаем только по согласию родителей, безусловно. То есть каждый родитель должен заполнить информированное добровольное согласие для проведения этой прививки. Если она делается в детском саду или в школе, значит, естественно, в первую очередь должны быть оформлены эти документы со стороны родителей. Потом делается прививочка у детей. И наши медицинские работники, которые выполняют эти прививки, они все ориентированы на то, что ребенок должен находиться в поле зрения медицинского работника в течение ближайшего, ну, как минимум, часа. В прошлом году выборские медики привили порядка пяти тысяч детей. И, по мнению специалистов, результат был очевиден. В этом сезоне прогнозируется опять новый грипп, который будет отличаться по антигенному составу от предыдущих гриппов в части H1N1. По-моему, будет штамм Мичиган, который прогнозирует, что он будет тяжело протекать у людей. Дети – это группа риска. Прививка от гриппа, она позволяет нам избежать вот этих тяжелых прогностических осложнений. Поэтому я все-таки призываю много подумать и хорошо подумать и решить вопрос в пользу проведения прививки против гриппа. Прививки против гриппа бесплатно делают в детских садах, школах и в поликлинике. Взрослые могут привиться в медицинских учреждениях по месту жительства или выездных пунктах вакцинации. Работают выездные бригады. 12 сентября с 10 до 15 часов передвижная амбулатория будет работать на территории Южного рынка. 15 сентября с 14 до 19.00 на автостоянке гипермаркета на Госпитальной 1. Для прохождения вакцинации при себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. За торговлю на обочине штраф. В ходе очередного рейда сотрудники районной администрации и полицейские составили ряд административных протоколов на граждан, торгующих грибами и ягодами вдоль трассы Скандинавия. В выездном мероприятии приняла участие наша съемочная группа. О том, как ведется разъяснительная работа и почему жители Выборгского района продолжают торговать с рук. Наш корреспондент Наталья Березовская. Трасса Скандинавия 2 часа дня. Рабочий день, но работа у всех разная. И многие жители Выборгского района считают более прибыльным заняться в сентябре сбором и продажей грибов и ягод. Этот дополнительный доход потом полгода, а то и год кормят. Так говорят грибники. Но приезжает комиссия и говорить начинает уже закон. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы. Вот у вас стояли столы. Это и есть нарушение схемы. Схема у нас утверждена администрацией Выборгского района. То есть вы в эту схему не внесены. То есть получается, что вы у нас торгуете незаконно. На основании этого закона я на вас составляю протокол. Штрафы за торговлю в неустановленных местах, а также организацию нестационарных торговых объектов вне соответствия со схемой. Эти статьи предусмотрены в областном законе об административных правонарушениях. И штрафы на сегодняшний день на физических лиц составляют от 2 до 5 тысяч рублей. Торговцам лесными дарами терпеливо объясняют, почему нельзя. Во-первых, повышается аварийность на дороге. Во-вторых, покупатели приобретают кота в мешке. Отборные, красивые на вид грибы и ягоды могут оказаться токсичными. Ситуация эпизоотическая, эпидемическая, в качестве ротовирусных и других инфекций. Статистика неутешительная. И, соответственно, проведя анализ, главный санитарный врач по Ленинградской области издал приказ по усилению борьбы с такими нерадивыми продавцами для того, чтобы обезопасить население от такого роста различных ротовирусных и подобных других инфекций. Понятно, что гарантий никаких. Предъявить претензии можно будет только себе. А продавца на этом месте уже и след простыл. Но многие покупают. В большом городе придется платить втридорога. А раз есть спрос, будет и предложение, и новые штрафы. Потому что торговать, в принципе, можно. Но в специально отведенных для этого местах и под санитарным контролем. У нас в каждом поселении, и наиболее, даже не то, что в поселении, а наиболее крупных населенных пунктах, везде есть организованные места для этого. То есть это там, где предоставляется возможность на правовой основе осуществить эту торговлю набранными в лесах. Плюс, соответственно, ведется контроль со стороны ветслужбы. И контролируются эти места. И, соответственно, безопасность населения в этих местах уже обеспечена. В ходе рейда в этот день было составлено 7 протоколов об административном правонарушении. Каждый из них рассмотрят на административной комиссии. Отказаться присутствовать на заседании можно, но тогда решение по протоколу примут без вас. А адресата обязательно уведомят о принятом решении. Если штраф не будет уплачен, материал передадут в службу судебных приставов. И тогда траты возрастут. Чтобы этого не случилось, необходимо помнить, что торговля в неположенном месте запрещена. А наказание в случае поимки неотвратимо. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Круглый стол, посвященный вопросам экологии, прошел в Светогорске. В его работе приняли участие представители районной и местной власти, руководители общественных организаций и учебных заведений, сотрудники предприятия «Интернешнл Пейпе», члены Совета молодежи Выборгского района. Участники заседания обсудили важность работы с промышленными отходами, необходимость снижения уровня шума в Светогорске. Вопросы, связанные с водоотведением и выбросами в атмосферу. Завершилась встреча традиционной экологической акции, в рамках которой участники круглого стола высадили липы на территории местной гостиницы. Добавим, правительствам Ленинградской области также уделяется большое внимание вопросам экологии. В сентябре в регионе проходят субботники, инициированные общественным движением «Зеленая Россия», которые были поддержаны областным руководством. Выборжцы могут принять в них участие, позвонив по телефону отдела благоустройства районной администрации 54-171. Школьный стадион с искусственным покрытием открыли в Светогорске. Средства на строительство объекта выделили из областного и районного бюджетов. Торжественную церемонию из-за погодных условий принесли в актовый зал. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Легкоатлеты, баскетболисты и футболисты Светогорской школы собрались в актовом зале. Погодные условия помешали им попробовать свои силы на новом стадионе. Церемонию пришлось перенести в помещение. Школьников и педагогов с открытием спортивной площадки поздравили представителей областного парламента, районной и местной власти. Средства на возведение объекта выделили из регионального и районного бюджетов. Уже несколько лет в Ленинградской области по инициативе правительства и при поддержке законодательного собрания ведется активное строительство спортивных сооружений. Предпочтение отдается стадионам с искусственным покрытием. У нас очень удивительная погода. Мало солнечных дней, а больше все-таки вот таких дождливых дней. И чтобы дети занимались не в грязи, а занимались на хороших искусственных покрытиях, была поставлена Александру Юрьевичу такая задача. Каждый год вот такие стадионы открывать на территории всей Ленинградской области, около школ, в поселках, чтобы молодежь занималась спортом и молодежь готовилась к будущее и кому-то в армии служить, кому-то в экономике работать, чтобы была сильная нация. Меньше мы бы тратили денег на медицину. В дневное время на стадионе будут заниматься светогорские школьники. В школе учатся порядка 1300 детей, работает большое количество секций и школьный спортивный клуб «Факел». Раньше ко мне приходили ребята и говорили, «Ренадина, где вот нам сейчас еще поиграть?» Потому что все площадки города уже заняты. Реально не хватало объемов, что ли, площади, где бы могли дети позаниматься. Поэтому вот этот стадион на самом деле всеми жителями, понимали все жители его необходимость, чтобы его построили. Для того, чтобы желающие дети могли здесь тоже заниматься. Ну, вот, может быть, не поверите, но здесь выстраивается очередь для того, чтобы поиграть. В остальное время стадион будет открыт для всех жителей и гостей Светогорска. Там можно играть в футбол, волейбол и баскетбол. Есть и беговые дорожки, и зона для занятий гимнастикой. Мы очень ждали вот этого искусственного именно покрытия, легкоатлетического, футбольного, потому что у нас в нашем городе очень развита легкая атлетика, очень развита секция футбола, волейбола. На этом прекрасном стадионе можно заниматься практически всеми летними видами спорта. К ноябрю на территории Светогорской школы оборудуют еще одну спортивную площадку с искусственным покрытием и тренажерами для учеников начальных классов. До конца года в Выборгском районе будут открыты несколько стадионов. К первому октября планируют завершить реконструкцию стадиона 8-й школы в Выборге. Готов стадион по программе «Газпром детям» в поселке Кирпичное, это Кирилловская среднеобщеобразовательная школа. В стадии подготовки первый стадион с искусственным покрытием в детских оздоровительных лагерях Выборгского района, это в Спутнике, тоже там уже завершающие работы. И жители Выборга тоже, наверное, обратили внимание, что по пути к парку Монрепо в так называемом северном поселке, это Калининский микрорайон, строится на площади стадиона «Водник», также строится стадион, это по программе «Газпром детям». Во внеурочное время стадионы будут открыты для всех желающих. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». И еще одна новая спортивная площадка появилась в Выборгском районе. Ее счастливым обладателем стал коллектив Приморской школы-интерната. На открытие объекта побывала наша съемочная группа. По случаю открытия спортивной многофункциональной площадки в Приморской школе-интернате устроили настоящий праздник, ведь коллектив учреждения так долго о ней мечтал. Здесь всегда были сильны спортивные традиции. Дети находятся в школе круглосуточно, поэтому очень важно, чтобы их внеурочная деятельность была интересной. Физкультура – один из способов разнообразить досуг. Воспитанники учреждения с удовольствием занимаются спортом, становятся призерами различных соревнований, в том числе всероссийских и международных. Являются активными участниками специального олимпийского движения Ленинградской области. Правительство региона не оставило без внимания достижения участников школы-интерната. На капитальный ремонт старой спортивной площадки из областного бюджета было выделено почти 13 миллионов рублей. Трудно поверить, что еще три месяца тому назад на этом месте был заросший пустырь с разрушенным зданием, а теперь здесь открывают современный объект. Строительные работы велись с конца июня до середины августа. Теперь у ребят появились возможности для занятий легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, мини-футболом. Я очень рад, что у нас такая площадка. Я думаю, что на ней очень будет хорошо играть. И мы будем очень хорошие показывать результаты. Мне нравится в этой площадке, что есть тут беговая дорожка, где можно бегать, тренироваться. И есть футбольное поле, где можно в футбол играть. Покрытие очень хорошее. Брусья тоже хорошая вещь. Можно накачать все тело. Я люблю брусья, поэтому площадка нужна для того, чтобы качаться, играть и бегать тоже. Наши дети очень любят заниматься спортом. Но до открытия этой площадки у нас не всегда позволяли условия заниматься бегом в не очень хорошую погоду. Мы бегали просто по обыкновенным травяным дорожкам. А сейчас с открытием этой дорожки у нас появилась возможность дольше заниматься. В футбольное поле, находящееся по соседству с многофункциональной площадкой, также осталось в ведении школы-интерната. Кроме того, даже с наступлением холодов у ее воспитанников будет немало возможностей для занятий спортом. Дети зимой занимаются конькобежным спортом, лыжами, обязательно играют в хоккей. Вот как раз на этом месте спортивной площадки у нас была хоккейная коробка, но она обязательно будет, надеемся, к зимнему периоду построена в другом месте. Уже мы своими силами это будем делать. Приморскую школу-интернат посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, поэтому их физическая активность особенно важна. Теперь ребята смогут еще больше укреплять тело и развивать спортивный дух. Людмила Перминова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Столб не будет помехой для пешеходов. Наша телезрительница из Токарева, это советское городское поселение, поделилась проблемой волнующей жителей поселка. И сняла об этом видео, которое разместила в группе Выборг ТВ ВКонтакте. Комментируя съемку, женщина выражает радость по поводу реконструкции автодороги и строительства тротуаров. Однако ее возмущает то, что посреди одной из пешеходных дорожек стоит электрический столб, затрудняющий движение. За разъяснениями мы обратились к руководству советского поселения. Глава администрации Андрей Некрасов заверил, что опора будет вынесена за пределы тротуара до того, как он будет асфальтироваться. Если и у вас есть интересное видео или новости, делитесь ими в группе Выборг ТВ в социальных сетях или присылайте по электронной почте newssobakovyborg.tv. Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим. Такую возможность рассматривают в Минтрансе. Ведомстве планируют до конца года подготовить обоснование целесообразности этого нововведения. Сейчас размер транспортного налога рассчитывается с учетом региональных ставок, мощности двигателя, модели и года выпуска автомобиля. Если он будет заменен на экологический, для расчета будут использовать только конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа. Официальный курс валют на 12 сентября, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет Евро 68 рублей 65 копеек, доллар 57 рублей 17 копеек. Школьный шахматный сезон открыли в Выборге. В шахматном клубе «На мира-23» прошли соревнования среди учеников общеобразовательных учреждений. Играли по швейцарской системе в 7 туров по 15 минут на партию. В итоге среди спортсменов 11 лет и старше первое место занял Артем Селепко. Среди шахматистов 9-10 лет победу одержал Денис Селиверстов. В группе 8 лет и младше наибольшее количество очков набрал Максим Соловьев. Среди девочек лидировала Мария Таланина. Напряженные выходные выдались для выборских футболистов. В воскресенье на стадионе «Авангард» прошли два матча в рамках первенства Ленинградской области. Юношеские составы клуба «Фаворит» сыграли с командами ДЮС США по футболу Кировского района. В соревнованиях среди спортсменов до 15 лет наши земляки обыграли соперников со счетом 1-0. В настоящее время они лидируют в своей группе с 25 очками. Среди юношей до 17 лет игра также завершилась со счетом 1-0 в пользу фаворитовцев. Выборжцы занимают первое место в группе. У команды 18 очков. 17 сентября фавориту предстоит сыграть с Кировцем из Тихвина. А мужская команда 16 сентября проведет встречу с Кингисеппом в рамках чемпионата Ленинградской области. Воспитанники Выборгской спортивной школы Олимпийского резерва «Фаворит» успешно выступили на областном первенстве подзюдо. Соревнования прошли в Луге. Наш район представлял 31 фаворитовец в возрасте от 14 до 16 лет. Ребята завоевали 16 наград различного достоинства. Победителями в своих весовых категориях стали Сергей Петченко, Кирилл Коновалов, Иван Волков, Илья Кинжалов и Алена Прыгунова. Наш выпуск на этом завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова